Глава города Сергей Берников посетил людей с ограниченными возможностями здоровья. Встреча состоялась в реабилитационном центре в Международный день инвалидов. После небольшой торжественной части присутствующие обсудили ряд волнующих вопросов. На мероприятие побывала наша съемочная группа. Яркие букеты цветов и подарочные сертификаты глава города вручает представителям районных обществ инвалидов. Хотим дать этот сертификат, соответственно, мебель офисная. Я думаю, она будет очень даже кстати. В ответ присутствующие благодарят городоначальника за внимание и заботу, которые город оказывает людям с ограниченными возможностями здоровья. Говорим вам огромное спасибо за понимание, поддержку, помощь, которую вы оказываете инвалидам по зрению и от нашей организации в целом. Мы ваше внимание, тепло и заботу ощущаем не только вот сейчас в этот день. И за это вам еще раз огромное спасибо. С каждым годом окружающая среда для людей с ограниченными возможностями здоровья становится доступнее. В городе проводится большая работа по созданию комфортных условий. Например, устанавливают электроподъемники в многоквартирных домах, обустраивают входные группы, приобретают специальные тренажеры. Благодарность за поддержку выразил и руководитель сервисного центра Алексей Рогалин. Он отметил, что проблемы решаются, но многое еще предстоит сделать. Видимая часть, она решена, да, дороги, перекрестки, переезды, вот это видно, им можно пользоваться. Хотя вот летом я мониторил, да, проезжал от Завинягина до администрации и обратно по Карла Маркса. Вроде бы, но едешь, едешь, счастливый такой, бац, засада, и бац, засада. И вот эти засады, ну то есть, вроде все-все-все, а тут не оборудовано, а тут не оборудовано. И вот это вот огорчает, как всегда, какие-то недоделки, переделки нужны. А для того, чтобы это сделать, надо обязательно промониторить, и это неправильно. В качестве решения данного вопроса Алексей Рогалин предлагает обучить специалистов, которые будут контролировать выполненную работу с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья. С таким предложением руководитель центра планирует выступить на координационном совете, который состоится в конце декабря. Сегодняшняя встреча, она не должна являться такой единожды в год, постановкой задач, постановочной, и с тем, чтобы вот весь год теперь мы там дружно исполняем. Нет, самая, наверное, большая победа, удача, это то, что мы достигли понимания, и мы сегодня, о чем мне опять же представители всех наших обществ говорили, что сегодня их слышат, их слушат в администрации, во всех структурах. И в течение всего года решаются вопросы, которые планомерно поступают, но иначе не бывает. Также глава города отметил, что он готов к диалогу и совместному решению задачи. Ольга Аникина, Алексей Вичинкин, телекомпания ТВИН.